Всех приветствую! В сегодняшнем выпуске речь пойдет коротко о главных событиях и новостях в Германии. В первой половине 2024 года оборонный экспорт Германии вырос более чем на 30%. Это означает, что Германия выдала разрешение на экспорт военных товаров не менее чем почти на 7,5 млрд евро. В данном случае почти две трети экспорта вооружений предназначены для Украины. Ну а в пятерку стран, которым Германия поставляет больше всего оборонной продукции, впервые за долгое время также вошла Саудовская Аравия. Кроме того, в топе пять стран импортеров немецкого оружия находятся Сингапур, Индия и Катар. Совет Европы в своем ежегодном докладе констатировал неодинаковое отношение в Европе к беженцам из Украины и из многих других стран. В документе отмечаются похвальные усилия, которые приняты в Европе для оказания поддержки украинцам, но при этом констатируется, что отношение к украинцам варьируется в зависимости от их этнической принадлежности. К примеру, как указывается в докладе, жилье, предлагаемое цыганам с гражданством Украины, по качеству ниже, чем то, которое предлагают другим украинцам. В том числе, комиссия также указала на существенные различия, которые отмечаются в качестве приемных центров и услуг для украинцев и соискателей убежища из других стран и регионов. Учитывая подобный доклад, в связи с такой ситуацией Совет Европы призвал одинаково относиться ко всем беженцам, независимо от их национальности, цвета кожи или религии. В то время, как в Германии идут горячие споры о бюджете на 2025 год, так как многие министерства не желают сокращать свои расходы, министр иностранных дел Германии Аналена Бербок защищает свои высокие траты на визажиста. Напомним, что в 2022 году они составили почти 137 тысяч евро. Бербок, конечно же, оправдывалась и выступила в защиту таких колоссальных трат в то время, как государство призывает население всячески экономить и в стране дефицитный государственный бюджет. Министр подчеркнула, что ввиду частых поездок у нее нет времени каждый раз искать визажиста на месте, особенно это актуально за границей, поэтому специалист ездит вместе с ней. Бербок отметила, что когда выступаешь на телевидении, необходимо наносить макияж, поскольку свет прожекторов слишком яркий, в противном случае выглядишь как гробовщик, цвет лица получается слишком серый, отметила политик. Также она подчеркнула, что это абсолютно обычная практика и не только у нее, аналогично поступают и другие работники канцлерамта, в том числе, кстати, и мужчина. Поэтому Бербок абсолютно не понимает, почему и рекордные расходы на визажисты так беспокоят общественность и привлекают к себе столько внимания. К сожалению, в последнее время наблюдается тенденция, что политики очень серьезно оторваны от реальности. Зачастую они не имеют никакого представления о том, как живут обычные жители Германии, как приходится выживать пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, студентам. Поэтому они считают абсолютно нормальным в год потратить почти 137 тысяч евро денег налогоплательщиков только на визажиста. То есть, как мы видим, на себе они экономить не собираются и даже оправдывают такие рекордные траты. Ну а население, как обычно, призывает себя ограничивать, экономить. При этом цены и тарифы постоянно возрастают, а социальные выплаты и льготы сокращают. Согласно аналитике, в апреле этого года по белорусскому маршруту в Германию прибыло в два раза больше нелегальных мигрантов, чем за весь первый квартал 2024 года. Такой резкий рост числа нелегалов в Германию в СМИ уже назвали оружием Путина против Германии. Известно, что число заявлений о предоставлении убежища в Германии постоянно растет, и только в прошлом году их было 352 тысячи, что на 44% больше, чем в 2022 году. Но есть еще один альтернативный маршрут, по которому ежегодно в Германию приезжают тысячи нелегальных мигрантов, так называемый белорусский маршрут. Если посмотреть, как именно прибывают беженцы в Германию, то существует два основных маршрута – Балканский и Средиземноморский. Согласно статистике, каждый квартал регистрируется не менее 1100 нелегальных мигрантов, прибывших через Беларусь. Иногда существенно больше. И только в четвертом квартале 2022 года их было более 3700 человек, а во втором квартале 2023 года уже более 5700 человек. Преимущественно люди прибывают из Сирии, Афганистана, Ирака, Йемена и Индии, а также из африканских стран, таких как Египет, Сомали, Эритрея и Эфиопия. Самую большую группу с января 2022 года, которую зафиксировали по белорусскому маршруту, составляют выходцы из Сирии. Далее следуют люди из Афганистана и Египта. Таким образом, по мнению Союза, а также многих других политиков, Россия и Беларусь хотят дестабилизировать Германию. Они облегчают условия въезда для людей, особенно с Ближнего Востока, у которых потом появляется перспектива дальнейшего путешествия в ЕС. Именно поэтому многие оппозиционные политики призывают федеральное правительство принять жесткие меры и наконец-то положить конец злоупотреблением правом на убежище в Германии. По их мнению, любой, кто приедет в Германию и Европу через Россию и Беларусь, не должен получать статус беженца или другие перспективы здесь остаться. Ну а какое ваше мнение по этой теме? Непременно пишите в комментариях. Согласно статистике, приток иностранцев в Германию в 2023 году сократился наполовину. Это, в частности, произошло из-за резкого снижения числа прибывших в Германию граждан Украины и означает относительно нормализацию миграционной ситуации в стране после чрезвычайного 2022 года. При этом число иммигрантов осталось на очень высоком уровне, главным образом из-за выходцев из европейских и азиатских государств. Согласно актуальной статистике, в прошлом году в Германию из-за рубежа на временное или постоянное место жительства прибыли около 1 млн 933 тысячи человек. В то же время страну покинули 1 млн 270 тысяч человек. В результате нету приток мигрантов составил 663 тысячи, что на 55% меньше, чем в 2022 году. Но в то же время 663 тысячи человек – это также один из самых высоких показателей за всю историю Германии. Основной причиной снижения нету миграции в Германию специалисты называют сокращение притока людей из Украины. В прошлом году их число снизилось на 75% и составило 276 тысяч человек. В то же время важно констатировать, что увеличилось число соискателей убежища из Турции и Сирии. В частности, из Турции приехало 126 тысяч человек – это рост на 56% по сравнению с 2022 годом. Ну а первое место в списке соискателей убежища в Германии заняли в прошлом году граждане Сирии. Их приток в прошлом году вырос на 49% – до 102 тысяч человек. В то же время приток граждан из Афганистана сократилось на 12% и составило 49 тысяч человек. В общей сложности нету миграции из стран Азии составило 287 тысяч человек. Так что этот континент занял второе место по числу мигрантов в Германии. На третьем месте с большим отрывом идет Африка. В то же время, согласно статистике, отток граждан Германии замедлился. Общее число уехавших, а это в основном иностранные граждане, выросло на 5%. В то же время число покинувших страну обладателей немецкого паспорта сократилось более чем на 10%. Согласно аналитике, в последние годы немцы переезжают из Германии главным образом в три страны – в немецкоязычные и соседние государства, например, в Швейцарию, Австрию, а также в США. В аэропорту Франкфурта действует строгий запрет на ночные полеты, но не для министра иностранных дел Германии Аналены Бербок. Ее министерство получило специальное разрешение, которое доступно в очень редких исключительных случаях. Но им удалось это сделать для того, чтобы Аналена Бербок имела возможность посмотреть игру Германия-Швейцария на стадионе. Сразу после игры из аэропорта Франкфурта на Майне около 12 часов ночи 23 июня вылетело два самолета с Олафом Шольцем и другими членами кабинета министров, которые полетели в Берлин, и Аналеной Бербок, которая вылетела в Люксембург навстречу министров иностранных дел ЕС. Напомним, что партия «зеленых» и в частности Бербок ранее неоднократно выступали против рейсов на короткие расстояния. Вместо того, чтобы проехать 187 километров на автомобиле или поезде, Бербок в данном случае выбрала короткий 35-минутный полет на самолете. Еще в феврале 1924 года велись дискуссии об ослаблении строгого запрета на ночные полеты в аэропорту Франкфурта, но «зеленые» были категорически против. Они подчеркнули, что все объекты прекрасно связаны с железнодорожной сетью, и общественный интерес не может быть использован в качестве аргумента для приостановки запрета на ночные полеты. Но, как мы видим, в данном случае это не касается Аналены Бербок. Подобная ситуация вызвала очень много критики. В частности, свободные демократы считают, что «зеленые» несерьезно относятся к своим собственным заявлениям и инициативам. И это в данном случае «зеленая» двуличность в ее лучшем виде. Так как в данном случае ранее сами «зеленые» очень яростно выступали за запрет на ночные полеты, а теперь сами пытаются его обойти. Это были основные и актуальные события. Также не забывайте, что еще больше полезной информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть Телеграм и второй чуб-канал. Все ссылки в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы, берегите себя, отличного вам настроения и до новых встреч!